И у ворот стоит дева-хоровод, ой, раны-мрано, дева-хоровод, это не было гостей. Хлеб, соль, народные песни так встречают гостей в Нижне-Тавдинском историко-краеведческом центре Сибирской подворье. Именно с этого музея мы вам настоятельно рекомендуем начать знакомство с районным центром. Это подворье, дом, выстроенный в 1885 году. Дом зажиточного крестьянина. Шести стенок с четырехскатной крыши – идеальное место, чтобы погрузиться в атмосферу старины и почувствовать себя настоящим ремесленником. Стоит экскурсия 550 рублей, есть вариант подешевле – 160 рублей. Но тогда театрализованного представления и застолья в программе не будет. Не беда, с общепитом проблем в селе нет. Пообедать в Нижней Тавде можно вот в этой столовой. Место проверенное. Мы когда сюда приезжаем со съемочной, всегда здесь останавливаемся. Главное преимущество – недорого и вкусный интерьер, конечно, немножко такой советский, но лично меня это вообще не смущает. Наоборот, даже нравится. Особенность Нижне-Тавдинского района в том, что на его территории несколько сел с немецкими названиями, например, Конченбург. Думаю, начать надо с главного. Столь необычное название Конченбург не имеет никаких немецких корней. На самом деле это татарское слово – кончабыр или консабыр, что-то, в общем, связанное с кровью. А вот такой вид оно приобрело где-то в советские годы, в общем, для нас его адаптировали, чтобы было удобно произносить. На Германию село похоже царящим здесь порядком. Мусора или покосившихся заборов вы нигде не увидите. В глаза бросается то, что прямо в центре стоят напротив друг друга две мечети. Одна полуразрушенная, вторая – новая. Последняя работает за Кераапа. Она нам и объяснила, почему так получилось. Я таким живу, а я тогда вот Каскаринский тракторец убрал, и свой трактор, он задавил, умер. И так все деревья так говорят, что если уберусь в мечеть, и не живуще будет. Действительно, мужчины, что пытались разобрать мечеть, потом поплатились за это. У каждого семьи случилось горе. Сейчас старинное мрачное здание местные обходят стороной. Вам тоже лучше так и сделать. По дороге в Тюмень на 23-м километре Вележанского тракта находится казачье подворье. Вам надо свернуть налево в сторону Красного Яра. Сначала проезжайте дачи, а после увидите указатель. Встретит и проведет для вас экскурсию настоящий атаман Игорь Вьюхов. У нас здесь на территории птица, гуси, утки, куры, овцы, козы, кони, ослики, кабаны, бычки. Поэтому есть на что посмотреть. Цена символическая, зато сколько эмоций вы получите от визита в Нижнетавдинский район.